Эпичная история представляет В 1796 году, в разгар французских революционных войн, молодой французский генерал принял командование над потрепанной, деморализованной армией в Северной Италии. Это было его первое боевое назначение. Многие ожидали, что он потерпит неудачу. Но уже через месяц он блестяще провел свою первую кампанию. С поразительной уверенностью в себе, смелостью и энергией он вел свою армию к победе за победой, изменив ход войны в Европе, заслужив похвалу восхищенной республики и создав легенду. Это история первой кампании Наполеона Бонапарта и рассвета новой эпохи. Перемены — это шанс расти и развиваться. Сейчас, во время Черной пятницы, у вас есть уникальная возможность инвестировать в свою карьеру с 60-процентной выгодой благодаря Скиллбокс. Выберите одну из более чем 70 профессий, от программирования до кино и музыки, и начните обучение с нуля, с гарантией трудоустройства. Обучайтесь онлайн по гибкому графику под руководством опытных наставников из ЕПАМ, Сбера, Яндекса и других крупных компаний. А теперь главный сюрприз — в честь «Умной черной пятницы» второй курс при покупке первого в подарок. Теперь можно стать в два раза более востребованным специалистом. У каких еще инвестиций такой винрейт? 88% студентов Скиллбокс находят работу до окончания курса. Средняя зарплата разработчика поможет быстро окупить вложения в образование. В рамках «Черной пятницы» вы можете выиграть один из 500 черных рюкзаков с акцией на знание. Количество студентов на курсе влияет на размер вашей скидки. Скиллбокс доступна программа «Рассрочки». Начните оплачивать обучение через 3-6 месяцев после начала. Инвестируйте в себя со скидками до 60%. Действуйте сейчас, переходите по ссылке в описании или отсканируйте QR-код. Май 1796 года. Французские революционные войны продолжаются уже пятый год. На том фронте, который многие считают второстепенным, происходят поразительные события. 26-летний генерал Французской республики Наполеон Бонапарт провел молниеносную кампанию по Северной Италии. Разгромил Сардинию-Пьемонт и отбросил австрийцев из Ломбардии. 2000 австрийских солдат остаются в цитадели Милана. Но им не удается помешать триумфальному въезду Наполеона в город 15 мая. Теперь французский генерал заседает в Палаццо Сербеллоне, издавая декреты от имени парижской директории, а его войска наслаждаются несколькими днями отдыха. Ломбардия становится французским дочерним государством, получив название Транспаданская республика. Политические и экономические реформы сметают старые австрийские порядки к радости итальянской интеллигенции в таких городах, как Милан. Но французы также требуют 20 миллионов франков для финансирования войны, а их войска реквизируют огромное количество продовольствия, лошадей, скота и обуви. Но больше всего возмущают итальянских священников и крестьян нападки на собственность и имущество католической церкви. Подобные новости становятся подарком для антифранцузских пропагандистов. 23 мая, когда наполеоновские войска отправились в погоню за австрийцами, в Павии вспыхнуло восстание. На следующий день вспыхивают беспорядки в Милане. Наполеон мчится в город, где вскоре восстанавливается порядок. Но по дороге в Павию, в Бенаско, он сталкивается с тысячей вооруженных повстанцев. Гренадеры полковника Ланна разгромили крестьян, убили сотню человек и сожгли деревню. Страшный урок, способный подействовать, пишет Наполеон. На следующий день Павия была взята с минимальным сопротивлением. Нескольких лидеров, в том числе священников, расстреливают. Чтобы гарантировать дальнейшее содействие, из числа видных местных семей берутся сотни заложников. Наполеон возобновляет продвижение на восток. Его армия теперь состоит из четырех дивизий. Австрийская армия генерала Бальё расположилась на линии реки Минчо, справа от которой находится озеро Гарда, а слева – большая крепость Мантуя. Вместе с крепостями Пискиера, Верона и Линьяго образуют знаменитый четырехугольник, четыре бастиона, закрепляющие господство Австрии в северной Италии. Но Бальё снова не смог разгадать плана Наполеона. Он разбрасывает свои войска, пытаясь защитить четыре потенциальные точки переправы и отвлекается на ложные приготовления к переправе через озеро Гарда на лодках. На самом деле, Наполеон решил переправиться через Минчо у Бургетто. И когда передовая гвардия Кельменя прибывает на место, мост защищает всего один батальон пехоты и кучка гусар. Австрийцы вскоре были отброшены назад, но внезапная контратака едва не привела к гибели самого генерала Бонапарта. В возможно драматизированном рассказе он, спасаясь от гусар, перепрыгивает через ограду в одном сапоге. Результатом этого удачного спасения стало формирование элитного кавалерийского отряда для личного сопровождения Наполеона. Он получил название «Компании де Гид Ашеваль», а их командиром стал молодой кавалерийский капитан Жан-Батист Бессиер. Со временем это подразделение превратится в знаменитых «Шоссер-Ашеваль» императорской гвардии, постоянных телохранителей императора в походах. Застегнутый врасплох переправой у Баргетта, Больё начинает отход на новую оборонительную линию в долине Адиджа. Однако в Мантуе он оставляет усиленный гарнизон, прекрасно оснащенный и готовый выдержать осаду в течение как минимум двух месяцев. Обойти Мантую Наполеону не удастся, гарнизон слишком силен. Но город-крепость окажется непростым испытанием. Его старые стены с трёх сторон окружены озером, а с другой – болотами, поражёнными малярией. Самое опасное место в Италии, сообщает Наполеон Директории. Самая большая проблема – отсутствие тяжёлой осадной артиллерии. Большинство орудий находятся в Милане, обстреливая австрийцев, засевших в цитадели. Ещё больше орудий должно было прибыть по морю, но их перехватили английские военные корабли под командованием некоего коммодора Горацио Нельсона. С апреля Наполеон провёл три успешных наступательных кампании. Прошёл более 320 километров и выиграл 10 сражений. Но, наконец, у стен Мантуи он был остановлен. А требования к его ограниченным силам всё возрастают. Он должен поддерживать осаду Мантуи, несмотря на то, что число её орудий превосходит число его собственных, и прямой штурм невозможен. Он должен защитить свои коммуникации с Францией и не допустить восстания в Ломбардии. И он должен быть готов к встрече с австрийцами, которые получают подкрепление из Германии и вскоре предпримут контратаку. К его проблемам добавляется то, что французская директория требует от него возглавить поход в Центральную и Южную Италию. Он должен пригрозить военной оккупации, если эти государства не выделят огромные суммы на финансирование военных действий Франции. Наполеон категорически возражает против этой идеи. Марш войск через всю Италию в разгар лета, предупреждает он, закончится болезнями и смертями. К счастью, одними лишь сильными словами удается убедить Неаполь подписать перемирие. И в итоге Наполеону даже не приходится доходить до Рима. Французы проходят через Моденское герцогство, Папскую область и Великое герцогство Тосканское, собирая более 40 миллионов франков дань из государств, без сильных сопротивляться. Перед возвращением в Милан Наполеон обедает во Флоренции с Великим герцогом. Там он встречается со своей женой Жозефиной, прибывшей из Парижа в сопровождении своего нового любовника. Наполеон не задерживается в Милане. Его цитадель наконец пала, освободив осадные орудия. Его войска захватили еще 150 орудий в фортах Центральной Италии. Теперь Наполеон может всерьез планировать взятие Мантуи. И ему нельзя терять времени. В Тироле усиленная австрийская армия под руководством нового командующего начинает действовать. Болье больше нет. Теперь командует 72-летний фельдмаршал граф фон Вурмзер. Отважный кавалерист, энергичный не по годам и полный решимости отомстить за поражение австрийцев в Италии. Друзья, подпишитесь на наш Телеграм, ВКонтакте и Дзен, чтобы не потерять друг друга в случае блокировки Ютуба. Вы также можете поддержать нас финансово. У нас есть Телеграм-бот для пожертвований и другие варианты. Ссылки в описании под видео и в закрепленном комментарии. После переправы через Минчо Наполеон провел реорганизацию и перегруппировку своих войск. Дивизия генерала Массена находится у Ривали, наблюдая за дорогой на Тироль. Две его бригады под командованием генерала Саре находятся в Сало, наблюдая за западным берегом озера Гарда. Дивизия генерала Деспенуа поддерживает его у Пескьеры. Дивизия генерала Ажиро находится в районе Линьяга, контролируя восточные подступы. Кавалерия Кельменя несет дозор. Дивизия генерала Серюрье ведет осаду самой Мантуи. Но надежды Наполеона на быстрое завершение осады оказываются напрасными. Австрийский гарнизон держит умелую и активную оборону, совершая вылазки на французские позиции и захватывая припасы. Мюрат, недавно получивший звание бригадного генерала, планирует ночью переправить через озеро группу людей в австрийской форме, чтобы застать часовых врасплох. Но операция срывается, когда уровень воды внезапно падает. Французы усиливают обстрелы города, выпустив за 6 часов более тысячи пушечных и мортирных снарядов. В Мантуе раздаются взрывы. Но ее стены еще не пробиты. Наполеон не успевает. Фельдмаршал Вурмзер наконец-то идет на помощь Мантуи. Он разделил свою армию на 4 колонны. Две центральные колонны продвигаются по долине Адиджи прямо к Мантуи. Другая колонна на востоке движется широким фланговым маршем. Четвертая колонна под командованием генерала Квоздановича движется вдоль западного берега озера Гарда, планируя захватить Брешую и перерезать линию отступления Наполеона. Массена подвергается мощной атаке и, сильно уступая в численности, оставляет риволи и начинает боевое отступление. Как только эта новость доходит до Наполеона, он мчится в Костель Нуова, приказывая Ажеро, Деспенуа и Кельменю как можно быстрее присоединиться к нему. Но неожиданно именно колонна Квоздановича становится самой большой угрозой. Войска генерала Саре в Сало сильно уступают в численности. Они оказывают упорное сопротивление, но вынуждены отступить. На следующий день австрийские войска застают французов врасплох у Бреши. Они захватывают город, а также армейский госпиталь, в котором находилось 2000 французских больных и раненых. Даже жена Наполеона, Жозефина, направлявшаяся в Брешию, едва не попадает в плен в этом хаосе. Вурмзер провел Наполеона. Он уже потерял 5000 человек убитыми и ранеными. Его левый фланг разбит, и есть реальная угроза окружения. Это самый серьезный вызов, с которым он столкнулся как командующий армией, и он заставит его принять непростое решение. 31 июля. После двух месяцев крови, пота и жертв, генерал Серюрье получает приказ снять осаду Мантуи. Он должен отправить две свои бригады на подкрепление Массена и Ажиро, а с остальными войсками отойти для защиты линии отступления армии. 179 орудий, а также боеприпасы и провиант, которые не удалось перевезти, будут закопаны или сброшены в болото. Наполеону нужен каждый человек. Ведь в разгар кризиса он уловил возможность. Наступление Квоздановича застало его врасплох. Но озеро Гарда отделяет его от остальной австрийской армии. Наполеон сосредоточит свои силы против Квоздановича, разгромит его в бою, а затем снова повернет в сторону Вурмзера. Вскоре французские дивизии переходят в наступление. Войска Квоздановича достигают Ланата, но здесь сталкиваются с авангардом Массена. Австрийцы оказались под сильной атакой и после прибытия французских подкреплений вынуждены отступить. На следующий день французы отбивают Брешию вместе с большей частью своих запасов, больными и ранеными. И тут Наполеону улыбнулась удача. Вурмзер шел по пятам Массена, преследуя его арьергард до Пескьеры. Но теперь он получает сообщение, что французские войска сосредоточены между ним и Мантуей. Мантуя – его приоритет. Поэтому он сворачивает на юг, прочь от Квоздановича, к городу, который Наполеон уже покинул. Когда Вурмзер осознает свою ошибку, уже слишком поздно. Он подарил Наполеону 24 решающих часа. Ошибка, за которую он дорого заплатит. 3 августа к западу от озера Гарда развернулись напряженные бои. Одна французская бригада, незамеченной, пробирается через лесистые овраги прямо в Сало, создавая хаос в австрийских рядах. Но австрийцы отражают три атаки на Гаварда, и все вроде бы идет хорошо, пока их собственное наступление не сталкивается с дивизией Массена-Уланата. Контратаку Массена возглавляет 32-я полубригада, которая стала одной из самых грозных частей итальянской армии. «Только штыки», – призывает Наполеон, и вы, 32-я, сохраните свою славную репутацию. Авангардная австрийская бригада разбита. Полковник Жюно, несмотря на шесть ранений, принимает капитуляцию их командира. Силы Квоздановича были разбиты. Опасаясь за свою армию и не получая никаких известий от Вурмзера, он решает, что ему нужно возвращаться обратно в обход от озера Гарда, чтобы присоединиться к армии. В тот же день, в 25 километрах к югу, дивизия генерала Ажиро ведет агрессивные арьергардные бои у Кастильона, сдерживая Бурмзера, пока Наполеон разбирается с Квоздановичем. Ажиро начинает смелую атаку на авангард генерала Лептая, оттесняя его на возвышенность Усольфирину. Но здесь Лептай получает постоянные подкрепления, так как к нему начинают прибывать остальные части австрийской армии. Ажиро не ослабляет натиск, предотвращая продвижение австрийцев. И хотя на левом фланге вражеская кавалерия делает запоздалый бросок, она не находит поддержки и вскоре отступает. Для Ажиро и его людей это был длинный и героический день борьбы с превосходящими силами, который Наполеон никогда не забудет. Через 12 лет, став императором, он сделает Ажиро герцогом Кастильоне и всегда будет напоминать его критикам. В тот день он спас нас. Тем не менее, к ночи дивизия Ажиро оказывается на грани отступления. Наши солдаты изнемогают от усталости и голода. Если вы не пришлете мне подкрепление, я не смогу продержаться. На следующее утро французские войска возобновляют атаку на Квоздановича и быстро обнаруживают, что он поспешно отступает. Катастрофы едва удается избежать, когда три заблудившихся австрийских батальона натыкаются на штаб Наполеона в Ланата. Они требуют от генерала капитуляции. В ответ Наполеон громко приказывает своим гренадерам и артиллерии занять позиции, а затем требует, чтобы австрийцы сдались или их ждет смерть от меча. Это смелый блеф, ведь поблизости почти нет его войск. Но австрийцы покорно складывают оружие. Когда Наполеон разворачивает свою армию, чтобы поатаковать Вурмзера, австрийцы должны решить, стоять ли им на своих позициях или отступить на более сильную линию за рекой Минчо. Вурмзер решает остаться на месте. Вступив в бой с Наполеоном, он надеется выиграть время для перегруппировки и возобновления наступления Квоздановича, а также для пополнения запасов в Мантуе. Он рассуждает здраво, но его разведданные устарели и он недооценил скорость продвижения наполеоновских войск. На рассвете 5 августа австрийская армия находится в 6 километрах к востоку от Кастильона. Выстроившись в две линии северный фланг у деревни Сальферина, южный у хорошо укрепленного редута Монте Медолана. Наполеон выставляет против него дивизию Массена на севере, дивизию Ажеро в центре и кавалерию Кельменя на юге. Кроме того, он сформировал элитный отряд из гренадиров и кавалерии, который должен быть придержан до решающего момента. Казалось бы, у Наполеона нет особого преимущества. Но на поле боя стремительно движутся еще 10 тысяч солдат. Пять тысяч под командованием генерала Деспенуа, идущего из Брешии, еще пять тысяч под командованием генерала Фиорелла, наступающего с юга. Чтобы выиграть время до прибытия подкреплений и выманить Вурмзера с позиций, Наполеон приказывает Массена и Ажиро атаковать. Завязывается короткая перестрелка. Затем французы начинают имитировать отступление. Австрийцы клюют на эту приманку, некоторые части отходят с возвышенности, а Вурмзер выдвигает свой правый фланг, стремясь обойти дивизию Массена. Около 9 часов утра звуки выстрелов с юга оповещают обе стороны о появлении Фиорелла в тылу австрийского левого фланга. Наполеон немедленно отдает приказ Ажиро и Массена атаковать снова, но уже всерьез. К атаке присоединяются войска Деспенуа. Но Наполеон слишком поспешно захлопнул свою ловушку. Вурмзер еще не успел направить всех в атаку и быстро реагирует. Он организует новую линию для защиты от Фиорелла и спешно отводит свой правый фланг. Но сохранить позиции на редуде Монте-Медолана ему не удается. Адъютант Наполеона майор Мормон выводит вперед батарею, чтобы открыть огонь по позиции. Его орудия открывают сокрушительную канонаду, расчищая путь для атаки. Около 10 часов утра резервные гренадеры выдвигаются вперед с примкнутыми штыками и сметают австрийцев с холма. Тем временем на севере 4-я и 5-я полубригады врываются на высоты Сальфирина и захватывают редуд перед ПОТЦА КОТЭНа. Продвигаясь вперед, они штурмуют башню Сальфирина и деревню за ней. Потрясенный противник в беспорядке отступает. Австрийцы с трудом удерживают свои позиции, и теперь французская кавалерия и войска Фиорелла угрожают отрезать им путь к отступлению. В то время как Наполеон активен, энергичен, ведет войска вперед, Вурмзер словно впадает в шок. Служивший с ним французский эмигрант вспоминал. Он наблюдал, ничего не видя, ничего не говоря, ничего не слыша. Этот храбрый старик, голова которого была покрыта седыми волосами, уже ничего не соображал. Наконец, Вурмзер отдает приказ об в общем отступлении за реку Минчо, прикрываемый своей кавалерией и подоспевшими австрийскими подкреплениями. Французское преследование быстро сходит на нет. После недели форсированного марша по удушающей жаре, без еды и питья, солдаты Наполеона окончательно выдохлись. Но их генерал доволен достигнутым. армия Вурмзера находит временное убежище за рекой Минчо. Вскоре Наполеон возобновляет наступление. Массена отправляется на север, чтобы освободить французский гарнизон в Пескьере и создать угрозу линии отступления Вурмзера. Австрийский генерал начал нервничать. Убедившись, что гарнизон Мантуи полностью пополнен и укомплектован, он начинает отход в Тироль, чтобы перегруппироваться и все обдумать. Французы наступают ему на пятки. Наполеон только что прошел через самые сложные испытания в качестве командующего армии. И хотя противник поначалу сбил его с толку, он проявил блестящую гибкость и свойственную ему энергию, чтобы выдержать удар и затем одержать победу. Но Мантуя остается ключом к Италии, и пока она остается непокоренной, австрийцы будут делать все возможное, чтобы спасти ее. Вурмзер вернется, а когда вернется, то окажется лицом к лицу с Наполеоном, который начнет наступление на саму Австрию. Спасибо за просмотр! Если вам понравилось это видео, пожалуйста, подпишитесь на наш канал, поставьте лайк и обязательно поделитесь им со своими друзьями. У нас есть телеграм-канал, группа ВКонтакте и Дзен. Ссылки будут в описании. Подписывайтесь, там мы будем выкладывать интересные материалы по истории, а также сообщать о выходе новых роликов. А если вы оформите подписку на Бусти, то получите ранний доступ к новым видео, а также упоминания в конце видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова